Спонсор выпуска канал Military Gaming. Оконись в атмосферу выживания в городе Тарков. Участвую в розыгрыше стандартного издания игры. Ссылка в описании. Приветствую всех на канале The Game Reviews. Сегодня посмотрим, что там готовят в патче 0.10. Данный выпуск вышел при поддержке огромного количества зрителей с позвонами Matt Kronos, Tic Tac 163 Rus, Max, Nub247, Boot831, K30, Добрый Кот, Sovis, надеюсь я правильно прочитал твой ник, 13, Евгений, Сергей, Александр, FaceControl и Kex960. Большое спасибо вам всем, ребята, за поддержку канала. Некоторые из вас задавали вопросы по железу, и поскольку это требует порядка 15 минут для того, чтобы ответить вам всем, для подробного разбора, естественно, придется это вынести в очередной ролик вопросов и ответов. Некоторые из вас уже связались со мной, кто по почте, кто в сообщениях группы ВК, а остальные вопросы разберу уже в вопросах и ответах 5. Надеюсь на ваше понимание. Кстати, снова хочу оповестить, что недавно потратил порядка 19 тысяч рублей для покупки кое-какого железа для его тестов в игре. Частично это благодаря поддержке зрителей, за что им спасибо, частично благодаря рекламе в роликах, и сам еще тоже, конечно же, докинул. В общем, хочется кое-какое железо в Таркале проверить, посмотреть самому, что оно может и вам показать. У многих оно и так уже давным-давно есть, поэтому интересно убедиться, так ли все плохо, или просто нужен какой-то более-менее правильный подход. В общем, всем еще раз спасибо, ждите вопросы и ответы 5, там всем отвечу максимально подробно, как только могу. Итак, теперь к основной теме. 30 августа в официальной ВК-группе игры по веке Старкова опубликовали предварительный список того, что может приехать в патче 0.10. Да-да, я когда-то думал, что после 0.9 обычно идет целочисленная единица какая-то, то бишь версия номер 1, но нет, оказывается, это не так. То есть до релиза еще очень-очень немало, и те, кто, как я думал, что после 0.9 будет патч за номером 1.0, все мы ошибались. Напомню, что мой прогноз был примерно на 2023 год, то есть релиз, то есть версия 1.0 будет примерно не раньше этого года. Посмотрим, буду ли я прав. Итак, первонаперво в патчноуте указывается, что вайпа не будет. Будет добавлена улучшенная сетевая синхронизация... Нет-нет, не синхронизация всей игры, а синхронизация дверей и тел убитых на локациях. А также доработанная синхронизация гранат и улучшенная синхронизация выбрасываемых предметов на локации. Переработка систем настройки управления, надеюсь, наконец-то можно будет переназначать некоторые элементы управления, которые раньше переназначить было нельзя. Переработана новая система сетевой интерполяции, а именно улучшение точности передвижения, попаданий и уменьшения задержек. Ну да-да, опять же, все эти улучшения увидят только те, у кого скорость интернета от 30 и выше мегабит в секунду. С моими двумя мегабитами, то бишь 256 килобайт в секунду, снова будет так же неиграбельно во время перестрелок, как и сейчас. Ибо без сетевого сглаживания никакого толку от интерполяции не будет. Толку, что я у себя на клиенте буду ровнее видеть персонажа, если на сервере данные все равно будут проходить так же в разное время с данными от него. То есть я у себя буду видеть противника, буду по нему стрелять, а у него будет видно, что я либо вообще не стрелял, либо стрелял где-то рядом, то есть не в него. Потому что от него данные на серверах приходят быстрее, а если он в этот момент идет, допустим, или бежит, то, соответственно, у меня он будет с отставанием передвигаться. То есть у меня он будет, допустим, на 2-3 шага еще сзади, хотя он у себя уже видит, что он уже, допустим, впереди. Сколько раз можно говорить, что нужно сделать какой-то минимальный пинг равным для всех, чтобы не было такого, что в одном рейде у одного чувака пинг 5 миллисекунд, а у другого вместе с ним бегающего 250 миллисекунд. И вот как раз при таких случаях во многих играх применяется сетевое сглаживание. Это когда берут и делают порог минимального пинга, допустим, 60 миллисекунд, грубо говоря, ниже этого, ни когда, то есть быстрее этого пинга ни у кого не бывает. Неважно, какой бы у тебя там крутой интернет не был, у тебя будет минимальный самый пинг 60 миллисекунд. Для того, чтобы с теми людьми, у кого интернет не позволяет быстрые пинги, чтобы с ними более-менее хотя бы на одном уровне у всех все было. Опять же, это если очень по-простому объяснять, а то сейчас умники понабегут, блин, понапишут всякой фигни. Я понимаю, что всем, у кого есть нормальный интернет, насрать, что у многих нет вообще возможности технической, чтобы улучшить интернет. Но разработчики должны понимать, что многие либо на USB модемах до сих пор, либо до сих пор на ADSL играют. Поэтому одно дело, когда другие игроки забивают, им насрать, что у других нет интернета, и типа нафиг мне ваше сетевое сглаживание, зачем мне делать пинг 70 миллисекунд, если у меня интернет 5 позволяет. Но другое дело, что разработчики-то должны думать обо всех игроках, а не только о тех, кто живет где-то в многоквартирных домах, в родительских, с быстрым интернетом, с минимальным пингом. Ладно, давайте продолжать. Первая итерация улучшения работы инвентаря в рейде. Уменьшение ошибок и зависание инвентарных операций. То есть речи о полном исправлении проблемы пока не идет. Оружейные части и моды для SA58, и самая вкусная за весь патч, пожалуй, это винтовка Мосина, которую многие ждут, причем даже зарубежные игроки многие ждут. Однако тут есть странность. Судя по рендерам, что нам показывали ранее Мосинка, тут вроде как будет именно в снайперском варианте. Но я отчетливо помню слова разрабов, что первая снайперская винтовка на очереди для разработки это СВД. То есть именно из снайперов, ближе всего к выходу, была именно СВД. Но в этом патч-ноуте ее место заняла Мосинка. Значит тут есть вариант такой, что возможно Мосинка будет не снайперская, а самой обычной. Тогда будьте любезны, подвезите вместе с ней обоймы для снаряжения. Будет добавлено новое умение скрытное передвижение. Ну то есть по-простому это официальное умение кустоседа. И в этом лично я не вижу ничего плохого, правда не пойму, какой будет толк от этого умения. Ну то есть что оно даст, когда ты его прокачиваешь. Возможно кусты будут меньше шелестеть при проходе через них или как. Ботам снова проведут инструктаж. И должен сказать, он местами прям таки странный. Доработка мирного поведения главарей. Исправлен баг, при котором несколько ботов вставали в одну точку при патрулировании. Многие наверное видели этих восьмируких сиамских близнецов с кучей оружия одновременно. Исправлен баг застревания босса и его охраны в положении броска гранаты. Такого кстати мне увидеть не довелось. Лучше на точность броска гранат для всех ботов. Они так-то вообще вроде и так. Их нормально прямо под ноги неоднократно бросали. Ну в целом-то это даже и лучше. Меня бесит, что боты почему-то должны быть по мнению многих. Должны быть тупыми какими-то NPC, которые не умеют ни убить, ничего не должны делать. То есть многие считают, что боты зачем-то чересчур крутые. А чё, ЧВК-шники хуже что ли играют, хотите сказать? Исправлен баг, при котором боты не осматривались по сторонам, когда останавливались. Такое видели часто. Стоят как вкопаны. То есть просто смотрят в одну точку и всё. Как будто бы играл какой-то игрок за дикого и его выкинуло просто-напросто. Обычные боты теперь не целятся в голову. И вот это уже странно. Можно ведь сделать просто чуть больше рандома. Пусть он целится в голову или нет. Ну то есть, чтобы он когда-то целился, а когда-то не целился. Зачем всё-то полностью вырубать? Странно, почему бы бот вдруг перестал стрелять по голове. То есть, он чё, дурак что ли? Он же должен примерно понимать, что в голову можно быстрее убить противника. Почему вдруг ему это уберут? Боты, которые услышали перестрелку, больше не будут смотреть в сторону потенциальной цели. Что? В смысле? В каком это смысле? Чё-то я не пойму. Как бы стоит чувак, патрулирует. То есть его задача патрулировать, смотреть, чтобы всё было ништяк. Слышит выстрелы и решает. Да ладно, хуй с ним. Пошло всё в пизду, сколько можно, блин? Не знаю, как по вашему мнению, но по моему мнению это как минимум странно. Исправлен баг поиска позиций ботом при запросе на подавление. А также баг, при котором бот не перезаряжался при огне на подавление. Боты теперь не станут идти в бой сразу, если оружие разряжено. И вот это уже радует. А то часто бывало, выходит бот, орёт, какой он там герой, типа как он сейчас тебя раскидает и всё такое, а сам стоит и в открытую перед тобой перезаряжается, вместо того, чтобы по тебе уже сразу стрелять. То есть он выходит с незаряженным оружием. Скорректирован слух ботов, теперь они не игнорируют игрока за спиной полностью. В патче будет очередная порция оптимизации работы с объектами лута, работы с тенями, работы с процедурными анимациями и потребления сетевого трафика. И что тут сказать? Те они, скорее всего, снова подрежут. Их и так, по ощущениям, стало гораздо меньше, чем было на старте альфа-теста. Будет ещё меньше. Оптимизация моделей и лот групп модов оружия и самого оружия. Лишь бы не переборщили с этим, а то уже были игры, где статических лодов понаделали и назвали это оптимизацией. Оптимизирован спаун персонажей в рейде, сокращено количество фризов при спауне. В патче также будет ряд исправлений. Исправлены различные ошибки, приводящие к дополнительным фризам. Исправлен рано отключающийся бордюр возле заправки. Думаю, многие это могли заметить, что он исчезает слишком очевидно. Исправлен лут, квестовые зоны, баги на ночном заводе. Не знаю, как понять исправлен лут, но то есть он уж типа не подбирался или что с ним было не так? Что исправили? Исправление визуального скрытия заправки на таможне. Исправление визуального скрытия геометрии за двухэтажными общежитиями на таможне. Скорректированные точки спауна на локации лес, чтобы избежать спауна слишком близко к противнику. Исправлен перевернутый гранатный ящик на локации лес, если кто не в курсе, там на сейфе лежит ящик с гранатами в трех этих времянках. И короче, у него крышка открывается внутрь сейфа, так вот это будет исправлено. Исправлена дверь на заводе, приводящая к гличу невыязвимости. Скорректированные точки спауна на локации таможня. Исправлены ошибки в алгоритме спауна игроков, в некоторых случаях приводящих к поздним или слишком близким спауном. Добавлены новые лутбоксы. И сейчас у тех, кто не играет в игру, уже наверное взорвалось. Но нет, на самом деле тут лутпоинты и контейнеры. Это на локации Берег конкретно. Напомню всем, кто не играет в игру, что за реальные деньги тут ничего не продается, кроме самих пакетов игры. То есть никаких лутбоксов за деньги тут нет. Будет произведен ряд исправлений интерфейсов. Исправлено одно из наслоений экранов друг на друга при потере соединения с сервером. И теперь кнопка Revent сбрасывает настройки только на своей вкладке. Честно говоря, я вообще не имею понятия, что это за кнопка такая, никогда ее не видел и не пользовался. Хотя, конечно, я пользуюсь именно русской версией игры, может быть в английской версии, то есть может быть в русской версии она переведена как-то, в общем, не важно. Курсор теперь не пропадает в моддинге оружия. И это не всегда хорошо. Когда хочешь красиво, допустим, заснять прокрутку оружия на видео, когда оно у тебя уже собрано и ты хочешь покрутить его. Наличие курсора лично меня раздражает. То есть не мешало бы сделать исчезание курсора именно в момент вращения оружия. Исправлен софт-лог обучения при нажатии назад, но это будет полезно тем, кто в принципе проходит обучение при входе в игру, лично я им не пользуюсь. В инспекторе оружия отображается корректная точность оружия. Смена разрешения не происходит без подтверждения в меню. Возможно отменить назначенные клавиши в настройках. При быстрой экипировке предметов воспроизводится звук, соответствующий предмету. Напомню, что для быстрого переноса предметов используйте сочетание клавиш Ctrl и левая кнопка мыши, а для быстрого надевания брони и другой экипировки сочетание клавиш Alt плюс левая кнопка мыши. Деньги с экрана передачи награды будут также переноситься в схрон таким же сочетанием Ctrl плюс левая кнопка мыши. Добавят окно подтверждение при выходе из настроек, если были какие-то изменения. Предмет пропадает с панели быстрого доступа, если его использовать полностью. И вот это наконец-то, а то уже надоело думать, что какого черта аптечка не работает, ведь она показывает вверху, что она все еще есть. Потом выясняется, что в кармане ее уже на самом деле нет, она просто осталась, так сказать, в панели быстрого доступа. Будет обновляться счетчик смертей в статистике после рейда. Но тут не совсем понял, раньше что он не обновлялся что ли или как? Баг, при котором назначенные в быстрый доступ предметы не сбрасывались при переносе их в тело убитого. Таймеры теперь дергаться не будут, так как шрифт будет использован моноширинный. Это конечно мелочь, но все же очевидно, что кого-то это сильно видимо раздражало, раз для этого выделена целая строка в патчноуте. Будут отцентрованы точки вращения предметов, надеюсь всех, а не только тех, которые уже есть в игре. А то обычно исправляют это, а когда появляются новые предметы, у них постоянно тоже эти точки центров сбиты. При обыскивании контейнеров и тел убитых схематично будет видно занятое место. И тут, как предположил Фрогурт из нашего отряда, скорее всего как раз для этого была показана модель сумки, внутри которой было видно бабло, пистолет, цепи и прочее. То есть возможно примерно так схематично будет выглядеть лут внутри обыскиваемого контейнера. А также напомню вам, что еще в конце 2016 года была показана черновая анимация лутания ящиков, всяких комодов и так далее. Лут внутри обыскиваемого этого контейнера также персонаж перемещал, то есть он передвигался с места на место, как бы пытаясь найти, что под ними находится. Будет ряд визуальных исправлений. Там было много всего написано, я выделю только то, что наиболее кого-то могло волновать. И тут будет то, что надо было сделать еще полгода назад, ибо уже тогда некие бараны научили всех это юзать. То есть в ютубе прям показывали, как этим пользоваться. Так вот, при изменении графики через Nvidia Inspector растительность отключаться не будет. Хотя ничего не сказано насчет отключения сеток, отключения стекол и прочих предметов, которые при нормальной игре как бы мешают для прицеливания и просмотра. Так вот, бакланы с инспектором все это тоже вырубают и видят так же легко, как будто стекол и сеток вообще нет. Как по мне, надо сделать так, чтобы при вырубании всего этого в инспекторе, надо, чтобы все эти текстуры просто становились черными и совсем не просвечивались вообще. Чтобы отводить людей пользоваться этой фигней. В прицеле Hammer будет убрана белая полоса при прицеливании. Плотность объемного света на фонарях уменьшена в два раза. Правда, я не понял, речь о фонарях на оружии или о фонарях на локации. Или вообще на всех фонарях. Будет доработан шейдер для стекол забрал. Кстати, сейчас, если издалека на забрала посмотреть, оно выглядит как будто бы полностью черное, тонированное. Исправлен визуальный баг засвета травы во время дождя. И баг, при котором иногда не было видно взрыва гранаты. А так же убран блик от солнца в линзах оптик и коллиматоров. Исправлен баг угла обзора, который приводил к проблемам отображения оптик коллиматорных прицелов. Так же будет исправлен баг с изменением угла обзора, при котором оружие стреляло не по марке коллиматора, то есть по сути сбивался прицел. Скорректировано ослепление от ЛЦУ, теперь оно происходит только если светить в глаза персонажа. Кстати, об ослеплении. Все я как-то хотел добавить кое-какую мысль. Как известно, свето-звуковая граната заря вышла весьма интересной в этой игре. Я уже делал отдельный выпуск о ней. Кто не смотрел, кнопка вверху справа сейчас у вас появилась. Так вот, там показаны интересные эффекты зайца в глазах. Почему бы точно такие же подобные эффекты не сделать, если посмотреть, допустим, на солнце, или если в глаза тебе ночью фонарем дают, чтобы хотя бы на пару секунд были зайцы в глазах. Думаю, это реализовать несложно, но зато было бы интереснее и правдивее. При этом как раз можно было бы привязать солнцезащитные очки, которые бы предотвращали такие эффекты, и как раз был бы смысл вообще их носить. Исправлены черные марки некоторых коллиматоров. Шейдер визоров теперь корректно отображается в тумане. Исправлен баг оптики прицела Elkan, который позволял постоянно приближать изображение в линзе. Исправлен баг, когда пропадает подсветка на ночных прицелах при наведении на стекло. Исправлены неточности и визуальные проблемы при передвижении и анимациях персонажей от третьего лица. Исправлено заметное пропадание света фонаря у другого игрока в зависимости от перспективы и расстояния. Исправлен поворот марок коллиматоров на прицелах, стоящих под углом, а также неотображение коллиматорных марок в дыму. Если вы смотрели мой ролик про дымовую гранату RDG-2B, я там говорил и показывал косяк с коллиматором, что его марка пропадает, если вы просто на дым смотрите. Улучшено отображение снаряжения на персонажах, особенно на диких, так называемый клиппинг. Исправлены различные ошибки. Например, ошибка при броске гранаты из панели быстрого доступа. Ошибка при быстром переносе патронов из схронов, переполненный инвентарь. Исправлены различные серверные ошибки, приводящие к рассинхронам, и я не уверен, что разница будет сильно заметна, поэтому увидим все это непосредственно в игре. Исправлены различные клиентские ошибки, приводящие к падениям FPS. Ошибка, которая появлялась при биндинге и использовании клавиш консоли. Ошибка при перемещении предмета в другой контейнер, когда он уже был назначен на быстрый доступ. И ошибка, после которой пропадает взаимодействие с дверьми в оффлайн режиме после единичного закрытия-открытия. Исправлены различные ошибки, приводящие к проблемам с регистрацией попаданий. Но тут опять же на слово верить не хочется, нужно будет проверять в игре. Баг, при котором выброшенные предметы падали через пол, и вот этот просто песец как раздражало всех. Исправление этого бага просто... Исправлен баг, при котором зависало все взаимодействие с дверьми и контейнерами при попытке броски гранаты, если у персонажа в руке была граната. Исправлена проблема ошибочного пробития забрал и шлемов. Вот тут уже интересно, при каких это интересных обстоятельствах происходило. Теперь покидание рейда будет зачисляться в статистику, так что ливеры будут по сути портить себе статистику. И кстати говоря, теперь при этом еще твой персонаж будет умирать на сервере. То есть если ты сам отключишься от сервера, твой персонаж там умирает, соответственно его можно будет облутать. И это конечно же не касается тех случаев, когда у вас произошел именно обрыв соединения с сервером. Исправлен баг прокачки всех умений на максимум, а также баг незасчитывания попаданий в руки. Исправление различных багов с выкручиванием рук, баги с дерганием трупов после смерти и прыжков оружия при выбрасывании и много других еще визуальных исправлений. Давайте теперь рассмотрим изменения, которые приедут в патче 0.10. При использовании фильтров в торговле будут скрываться все вещи, которые к фильтру не относятся. То есть насколько я понял, они будут не просто затемняться, как сейчас, а будут именно исчезать. Это хорошо и удобно, потому что когда у торговца весь его схрон забит всякой фигней, то даже фильтр не помогает найти то, что тебе нужно, так как оно может быть в самом низу, куда надо еще прокрутить успеть. Убрано подтягивание персонажа к дверям, багажникам, лут-контейнерам, кроме выбивания дверей. И это тоже хорошо, а то хочешь допустим ящик облутать, находясь к нему боком, ну то есть сбоку от него подходишь и потихонечку его хочешь открыть. Так нет же, персонаж все равно выходит перед ним и становится прямо перед ящиком, а это не всегда бывает безопасно. Добавлены пункты настроек управления, скриншоты и консоль. Повышенная яркость некоторых марок коллиматоров. Теперь оружие будет начинать задираться позже, если подойти к стене или другому персонажу. Сначала оружие будет прижиматься к телу и уже только потом будет подниматься. Я не знаю как вы, а лично мне кажется, что это неизбежно, когда-то на каком-то оружии будет приводить к багу с проходом оружия сквозь персонажа. Если тебе допустим будет нужно в какой-то ситуации выстрелить в упор, например при выходе из-за угла, оружие поймает баг и вместо того, чтобы подняться, оно просто пройдет сквозь персонажа и выстрел будет произведен за ним уже. При смерти от третьего лица основное оружие теперь не будет оставаться в руках, а будет падать так, словно оно на ремне. Теперь тела персонажей при смерти будут учитывать скорость пули при падении. То есть очевидно анимация падения будет зависеть не только от зоны ранения, но и на это еще будет влиять скорость пули. То есть сила отталкивания и перемещения тела при падении будет различной. При нажатии кнопки Escape после изменения настроек будет окно, предлагающее сохранить эти изменения, если таковые были. Скорректирована частота звуков грома, теперь они будут реже. И это на самом деле странно. На мой взгляд надо просто больше рандома в это внести и все. Вот у нас например летом была такая гроза один раз, что гром на полном серьезе гремел каждые 3-5 секунд вокруг прям. То есть по кругу это все гремело. И длилось это на протяжении порядка 8 минут. Это было довольно круто кстати. Теперь стекла не будут биться при проходе рядом с ними. Добавлено больше информативности в тексты некоторых ошибок. Вот такой довольно большой список исправлений, изменений и добавлений нас ждет в патче 0.10. Конечно к выходу самого патча все еще может измениться, поэтому уже будем смотреть в игре. Не забывайте, что скоро будет пятый выпуск вопросов и ответов. А сейчас лайк или дизлайк, подписка или отписка. Пока.